I have ways of blowing things up. Борьба с пиратством. Правительство собирается блокировать сайты, ответственные за утечки. Да, да, удачи. Первый центр лечения труда Голиков откроется в 24-м году. Никаких телефонов и ноутбуков, только отдых. Я бы такое ожидал от Японии, но не от Америки, честно говоря. Отдыхающие сообщают о появлении серебристых водорослей на пляже Алки. Это что-то интересное. Вон, типа, правительство пытается остановить утечку данных граждан. Правительство такое говорит, стой. А хакеры такие, лол, изи. Из ящика что-то пропало. Блин, мне этого не хватало. Как там что-то может идти нафиг? Аманда у нас добавилась. Сильвер. Только для близких друзей. Я тут сами иногда буду прихлебывать кофеечко, мы все-таки в кофе только играем. Крайний срок заказов на сегодня, без новых доставок. Процесс идет. Проверить не могу. Уверена, что получится очень круто. Нравится Лукасу еще 15 тысяч. Ну, Рэйчел, это Рэйчел, да. Сегодня весь день, весь день куча дел. Не забывайте пить воду. Хэштег, все еще отдыхаю. Ну, красавчик. Аквиа. Ухаживать за морской рыбкой дома не так уж просто, особенно, когда живешь в городе вроде Сиэтла. Но приятно быть кому-то нужной. Мирту. Интересно, в будущем VR и правда станет популярнее? Я не могу долго играть в очках, но может это только я такая... Бейлис. Ага. Так что она 10 из 10. Она идеально, она собирается выйти замуж за эльфа-фрилансера. Да-да-да-да-да-да. Так, хорошо. В историях, минуточку. Тут у нас счастье как чашка кофе. Это мы читали, да. Сегодняшний 7 июля у Сорочьего моста. Она была прекрасна во взятом на прокат кимоно с цветочным орнаментом. Жаль, что пошел дождь. Я задумался над тем, не попросят ли в пункте проката дополнительную плату, если мы вернем одежду влажной. Мне стало стыдно, что я настоял на том, чтобы мы оделись для фестиваля Танабата в традиционную одежду. Все мои мысли улетучились, когда я ее увидел. Она словно вышла из фильма Маката Синкая. Это стоило того. Если хозяйка магазина потребует дополнительную плату, я отдам ей все свои сбережения. Она была похожа на сон, и это стоило того. Она в кимоно с зонтиком и моим сердцем в придачу. Жаль, что Альтаир и Вега сегодня не встретятся из-за дождя, да? О, ты помнишь историю? Здорово. Какой ты вредный. Вообще-то я всегда слушаю твои алгоритмические... Астрологические истории, извините. Астрономические. Но спасибо, Зоя, любовь к моим историям, миледи. Под нашим прозрачным зонтом, купленным в продуктовом магазине, мы делились тем, чем делятся все влюбленные под дождем. В храме, в котором мы отправились, было на удивление людно. Хоть дождь и лужи пытались сорвать праздник. Нам пришлось встать в очередь, чтобы загадать желание, но прямо время пролетело быстро. Мы болтали обо всем подряд, как типичные влюбленные. Она спрятала от меня обрывок бумаги, на котором записала свои желания. Прелесть. Все равно и попросит повесить его на самую высокую ветку. Слушай, давай в следующем году тоже сюда приедем. Приедем. Мы шли обратно в отель, когда она заговорила, и ее нежный голос тонул под шумом дождя. Я-то с радостью, но разве ты не хотел бы съездить в отпуск туда, где еще не была? Нет, мне здесь нравится. Здесь очень красивая луна. Правда? Дождь же идет. Я даже не могу ее разглядеть. Дурачок. Ее улыбка затмевала красотой все полнолуние, которые я когда-либо видел. Мы не торопились возвращаться в отель и шли медленно, только она да я. Знаешь, я рад, что тебе все еще хочется путешествовать, что мы все еще... Ну, мы. Я знал, что лучше было промолчать, но во мне говорила неуверенность. Ну что, красавчик, хочешь поговорить о дожде во время праздника? Извини, не удержался. Вдруг в следующем году опять пойдет дождь? Вдруг у нас впереди не только солнечные и теплые дни? Ну, ты говорил, что Альтаир и Вега не могут встретиться на Сорощем мосту, когда идет дождь, да? Значит, мост будет пустовать, правильно? Она встала передо мной совсем близко, под нашим общим зонтиком. Тогда, чтобы не случилось, если в следующем году, 7 июля, пойдет дождь, я буду ждать тебя на Сорощем мосту. С этим зонтиком, дурачок. Ну, вот такая романтическая история. На самом деле, если уж мы говорим про традиции, то традиции, наверное, должны быть как таковые. Почему у меня остался только пропуск? Ах, а может лежит где-то еще? А, сейчас будет она у тебя лежать по магазину. Ладно, такое ощущение, что впереди долгая ночь. Хм. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? О, Галла. Добрый вечер. Привет. Как поживаешь? Все в порядке? Ну, как видишь. Все хорошо. Точно? Ага. Как у тебя дела? Как работа? Закрыл смену, так что теперь свободен. Отлично. Кстати, Хайтнид он заходил. А, ну да. Он сам рассказал тебе, почему приехал. Да, он ведь переезжает сюда, да? Ну, по крайней мере, собирается. Да, такой приятный сюрприз. Он сказал, что им еще предстоит обсудить некоторые детали. Что ж, отчасти поэтому я сегодня не зашел. А еще за горячим напитком, конечно же. В любом случае, внимательно тебя слушаю. Применок благодарен. Так, Галла, берешь и просто даешь мне четкие указания, что ты хочешь. А не вот эти вот ваши, блин. Зачесалась правая пятка левой ноги, и вот поэтому я хочу там то-то, сё-то. Давай. Хендри рассказал мне об индонезийском напитке с имбирем. В нем есть молоко, мед и что-то еще. Имбирь, например, да? Кажется, называется СТМД. Я бы не отказался от чашечки. Зачем мне вот это, если мне нужно вот это, индонезийский напиток с имбирем? В нем молоко, мед и имбирь. Хорошо, основа на молоке. Закидываем туда мед и имбиря немножечко. Пробуем. Молоко, мед и имбирь. Это не СТМД. Вылить. Пробуем тогда молоко, имбирь. Побольше имбиря, чуть-чуть меда. Приготовить. СТМД. Вот оно. Вот оно. Получилось. Подать. Получился рецептик. На самом деле, мне всегда так жалко выливать какие-то продукты. Так нельзя. Ну, блин, ладно, придется экспериментировать. Я понимаю, что это игра. Не надо мне тут сейчас об этом. Питательный напиток с архипелага. Как ты и заказывал? Большое спасибо. Повтори, пожалуйста, что в него выходит. Это горячая смесь из яйца, молока, имбиря, 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 имбиря. Что, блин? Извините, что, блин? Какое нафиг яйцо? Я туда этого не ложил. Почему у меня нет этого ингредиента, что происходит? В названии напитка перечислены все ингредиенты. Сусу, телур, маду и джахе. Молоко, яйцо, мед, имбирь. СТМД. Понятно. Так вот, почему он слегка напоминает мне Эгног. Эгног, кстати, по крайней мере, я знаю отличие от этого. Хотя этот напиток более пряный и не такой насыщенный. Но теперь понятно, почему он нравится Хенри. Отлично восстанавливает выносливость. Думаю, без него он бы не угнался за Рэйчел с ее работой. Наверное. Главное, чтобы он не забывал о перерывах. Может, я как-нибудь приглашу его на напитки? Что думаешь? Чудесная идея? Значит, так и сделаю. Знаешь что? Думаю, Хайт не придет. Да? Почему? Когда я звонил ему, чтобы уточнить, когда мы встретимся, он был как будто... Раздражен. Да и погода сегодня так себе. Мне казалось, он любит такую погоду. Он любит, а вот его машина не очень. Это ведро не перенесет такую грозу. Если подумать, наверное, ты прав. Знаешь, я раньше возил его на этой машине. Он не рассказывал тебе, насколько она старая? Да, он поделился со мной всей предысторией. Ого! Наверное, я просто удивлен, что он по-прежнему на ней ездит. К тому же она однозначно ему дорога. Довольно сентиментально о ней отзывался. Интересно, связано ли это как-то с тем, что он переезжает обратно? Что ты имеешь в виду? Он же раньше здесь жил. Ага. А еще много говорил о прошлом. Хочешь сказать, на переезд его подтолкнула ностальгия? У меня сложилось впечатление, что тоска по дому... Сейчас я понимаю, что вряд ли. Я понимаю о чем-то. Странная тоска по ушедшим временам. Ведь все вокруг сейчас меняются очень стремительно. Все. Все. Ладно. Возможно, даже слишком стремительно. В этом и есть толь иронии. В каком смысле? Когда долго живешь, ты понимаешь, что единственная константа в жизни это изменение. Я про смену приоритетов, неприятных событий, которые подбрасывают жизнь, упадок, то, с чем нам приходится справляться. Бесконечно. Учитывая нашу продолжительность жизни, казалось бы, уж мы должны были ко всему этому привыкнуть. Но это невозможно. По крайней мере, не до конца. Полагаю, идея привыкнуть к переменам сама по себе парадоксальна. Ухм. Так и есть. Может, ностальгия это как якорь для таких стариков, как мы? Она помогает нам остаться с собой, несмотря на неумолимую скорость мира вокруг. Кому постепенно привыкаешь, да? Блин, а ведь на самом деле Галла сегодня затронула очень интересную мысль. Ведь когда мы... У каждого из нас есть какие-то воспоминания из прошлого, где нам про какое-то место или про какой-то день, про какое-то событие, где нам тепло, уютно, хорошо. И потом в будущем мы стараемся воссоздать. То есть приезжаем в те же места, где нам было хорошо, заходим в те же ресторанчики, бары, кафешки. И зачастую нам там бывает опять хорошо, но уже по-другому. Мы, по сути, создаем новые воспоминания, потому что старые воспоминания повторить невозможно. Это был какой-то определенный момент в жизни, когда нам было хорошо. А потом мы уже просто стремимся повторить вот то самое хорошо. Не осознавая того, что точно так же, уже не будет. Даже если будет хорошо, то будет хорошо по-другому. Это будет просто еще одно воспоминание. Это очень интересная мысль. И порассуждать над этим тоже было бы интересно. В общем-то, да. О, давайте не хайд. Фу. Блин, ладно, давайте хайда. О, привет. Мы вот... Вот мы и встретились снова. Да-да, привет. Привет. Хайд, прошу прощения. Конечно. Привет, Реона. Добрый вечер. Мне сегодня назначена встреча. О, понятно. Кстати, как твоя машина? Машина? А, ты про колес... Про колесо. Колесо, колесо, да. Можешь не переживать, я легко его починил. Ну, спасибо за вопрос. Да, конечно. Можно мне кружку чая пор... Кто сейчас пьет что-то по-русски? Вы чё, блин? Фу. Без понятия, как это делается. Давайте нальём что-нибудь. Что можно сделать максимально отвратительного? Можно сделать воду... Там, не знаю, с водой, с горчицей. Я даже не хочу ей что-то наливать. Ладно. Я без понятия, чё это за чай такой. На тебе чёрного чая. С лимонами-лимоном всё-то. Это не по-русски, это просто чай с лимоном. Я не знаю, как готовить ту гадость, поэтому я дам тебе классический чай. Ну, у меня просто нету плохих ингредиентов. А из хороших ингредиентов я могу тебе приготовить хороший напиток. Так что вот чай с лимоном это самое нормальное и классическое, что я могу тебе подать вместо той гадости, которую ты попросила. Хорошо. Чё? Это не то, что я заказывал. Это то, что тебе понравится. Пей. Не то. Извини, давай я по-новой сделаю. Не нужно. Забудь. Точно? Да, не переживай. Хорошо, но ещё раз извиняюсь. Я не извиняюсь. Я сделал тебе нормальный вкусный чай с лимоном. Это хорошая вещь. Пей. Не выпендривайся. Так, с кем же у тебя встреча, если не секрет? Ммм, думаю, ты знаешь. Эти тебе было поручено передать мне его контакты. А, с рогатиком. Ну да, получается, вам всё-таки удалось связаться. Да, но, по правде говоря, я сомневалась, стоит ли ему писать. Да фиг ли ты, короче? Ай, почему же? Потому что, как мне кажется, для этого не было никаких реальных причин. И всё же я отправил ему письмо на почту следующей ночью. Сразу после того, как отвезла последнюю посылку в три часа. Довольно поздно. Да, но лучше так, чем забыть об этом и не сделать никогда. К моему удивлению, он ответил сразу же. Кто бы мог подумать, что он такой полумощник. Или, наоборот, сверхранняя пташка. Ага. Интересно, он вообще спит? Хочу задать тебе тот же вопрос. Ой. Так вот, в ответ он извинился. Он жалел о том, что нагрубил мне при нашей первой встрече. Что тоже меня удивило, потому что мне это не показалось, что он... Вот именно, что он не нагрубил. Но раз уж он хотел извиняться, надо же было придумать причину, за что. Правильно? Знаешь, он ведь вернулся сюда на следующий вечер, надеюсь, тебя увидеть. Серьезно? Да, он сам так сказал. Надо же, любопытно. В общем, мы обменялись номерами и с того момента переписываемся. Я на секундочку сейчас так задумался. А что будет, если... Ну, вот они начнут... Вообще, как быть, если твоя девушка Банши? Хорошо, если она нормальная и уравновешенная. А как быть, если твоя девушка Банши истеричка? Прикиньте, если эта штука будет орать по каждому поводу. Чёртова Банши! Чёрт! Как вы живёте в этом мире? Я вам сочувствую. Он написал, что хочет встретиться и поговорить. И вот я здесь. Только до сих пор не уверена, что это необходимо. Может, он просто хочет провести с тобой время? Ну, возможно. Увидим. Все в телефонах. Похоже, Хайт сегодня придёт. Да, мы об этом уже говорили. Наверное, так лучше. Мучи твои обстоятельства. В порядке? Да, просто он сегодня хочет отдохнуть. Это же отлично, знаешь, назначить своему другу встречу в баре. А потом к вечеру, когда твой друг уже пришёл, ты ему пишешь такой... Чил, знаешь, мне что-то как-то в лом. Давай я сегодня отдохну, а ты там посиди. В дождь переться в бар. Ну, в кафе, ладно. Ну, вы понимаете, о чём я. Вот он понимает. Да, понимаю. Так. Извиняюсь за сбой электричества. У меня была надежда, что эти неполадки не продлятся больше пары дней. Но панч уйдёт и будет нормально. Не извиняюсь за то, что тебе не подконтрольно. Ну, вот именно всё, что можно было предпринять, уже сделано. Да знаю. Спасибо за понимание. Как поживаешь? О, привет. Удалось решить проблему с детьми? Прошу прощения. Но я имею в виду проблемы с приёмом пациентов, которые мы обсуждали в прошлый раз. А, вот оно что. Я уж подумал, что у меня вдруг появились проблемы с детьми, о которых я и не знал. Извини за дур... Низдоразумение. Ничего, смешно получилось. Прошло всего несколько дней, так что пока ничего особого не поменялось. А что насчёт тебя? Тебе получше? Эээ, ну да. Извиняюсь за своё поведение несколько дней назад. Тяжелые дни у всех бывают, не переживай. Спасибо. О, кстати, об этом. Когда приходил офицер Джорджи, мы обсудили ситуацию с твоей машиной. Погоди, Джорджиш опять забыл зажигалку, правильно? И вот она у нас сейчас исчезла. Нет, вот она. Хорошо, хоть зажигалка не исчезла. Мне было бы неудобно перед Джорджи. Мы обсудили ситуацию с твоей машиной. Не подскажешь, где именно произошёл инцидент? Конечно, недалеко от полицейского участка. На платной парковке у бывшей библиотеки. У пустующего здания на перекрёстке Борн-стрит? Да, верно. Понятно. Значит, раньше там размещалась библиотека. Хорошо знаешь, что это район. Знаю это здание. Оно уже давно заброшено. Но оно историческое, так что иногда мне становится интересно, почему с ним никто ничего не делает. К тому же оно расположено в густонаселённом районе с богатой культурой. И правда. А близости даже есть Академия искусств. Ну, во-во. Хотя эта улица всегда казалась мне странноватой. Странноватой? В каком смысле? Она какая-то, ну, пустынная. Особенно если принять во внимание, в каком она районе. Самое удивительное, что, по-моему, раньше на ней было совсем иначе. По-твоему? В смысле, ты помнишь? Не, я это имел в виду. Это скорее чувства, а не ясные воспоминания. Странно, да? Это вот уж действительно странно. Ну, когда-то там находился большой рынок. Очень-очень давно. Может, он тебе вспомнился? Блошиный рынок? Небольшой рынок. Блошиный рынок. Пардон. Когда я проезжал там в последний раз, то вокруг было слишком много бетона. О, погодите-ка. Помню одно единственное засохшее дерево, окруженное странными брякушками. Засохшее дерево? Не знаю, как я чуть про него не забыл, потому что оно очень выделялось. По 2,5 метра в высоту, без листьев. Насколько я знаю, оно всегда там было. Старый боярышник. Для нас, водителей, он был чем-то вроде ориентира. А по брякушкам, о которых ты упомянул, это на самом деле такие знаки памяти. Знаки памяти? Чего вообще? Погодите, можно я немного резюмирую? Конечно. Вандалы попортили твою машину на платной парковке рядом с заброшенной библиотекой. На, казалось бы, пустынной улице в оживленном районе. Неподалеку от большого засохшего дерева, вокруг которого по какой-то причине лежат знаки памяти. В доме которой построил Джек, блин. Все верно. Только вот дерева там уже нет. Вот как? Дедуль, ты серьезно? С чего мне придумывать? С ума сойти. Сегодня у нас фулл хаус. Джордж такой бедный среди них. Добрый вечер, джентльмены. Всем привет. Ого, а я думал, что приду первым, а дама меня опередила. Привет. Ради всего святого. Скажи, что с зажигалкой у тебя. Да, тебе повезло. Фух. Принести ее? Да нет, мне просто нужно было услышать, что она здесь. Можешь принести ее позже вместе с напитком. Хорошо, дай знать, как будешь готов сделать заказ. Лады? Так, так. Как поживаете, народ? Че нового? Добрый вечер, офицер. Мы как раз говорили про место, где от лап мандалов пострадала машина Рионы. Вот как. Значит, они до твоей машины добрались? Да, но это так, ничего серьезного. И все же жаль, что с тобой такое произошло. Где ты припарковалась? Представьте координаты. Да, было бы здорово. Получил. Хорошо. Ооо. Тобласть ты ожидал увидеть, или... В общем-то, да. Я там же припаркал свою машину неделю назад. Понятно. Не переживайте, мы уже усилили патрулирование в этом районе. Отличные новости. Прямо сейчас на патруле я один. И ты сидишь у меня в кафе, красавчик просто. А вот это так себе. Что такое? Неужели ты во мне сомневаешься? Я сомневаюсь в том, что ты патрулируешь. Ты сидишь у меня в кафе. Нет, конечно. Просто наверняка тебе теперь приходится работать сверхурочно. Ну, что поделаешь. Приготовь ко мне эспрессо покрепче. И не забудь про зажигалку. Эспрессо с зажигалкой. Понял тебя. Приготовить эспрессо покрепче. Подождите, ребят, секундочку. Главное, что он говорит, приготовь мне эспрессо и не забудь подать зажигалку. Я забываю про зажигалку. Поэтому мне пришлось... Хорошо, что здесь есть быстрая перемотка. Огромнейшее спасибо. Подаем. Вот. О, вот и она. Спасибо. Думаешь, наверное, что я совсем дурачок. На самом деле, я больше про себя думаю такое, что я совсем чуть-чуть... Ну, ладно. Что ты скажешь? Это зажигалка мой талисман. Знаю, знаю. Я теперь думаю, что я суеверный. Разве у тебя нет похожих вещиц? Знаешь, я ведь суеверный не без причины. Когда я забываю взять ее с собой, происходят всякие странности. Ты уже дважды ее забыл. Ясно. Вот наш самый крепкий эспрессо. Спасибо. О, идеально. Как и всегда. Ты определился? Думаю, да. Я бы хотел чего-нибудь десертного. Сегодня можно... Сегодня можно без проблем. Есть предпочтение. Ну, вчера я видел ролик про испанский горячий какао-напиток. Такой густой-густой. Почти как шоколадный соус. Я сразу вспомнил об одной песне. Но только вылетел из головы, как она называется. Мне кажется, я знаю о чем-то. Реально? Тогда мне кружку густого какао. В нем есть... В нем есть молоко. А еще он немного пряный. О, какао с молоком немного пряный. Ну, хорошо. Берем какао как базу. В нем есть молоко. Немного пряный. Ну, давай с корицей. Пряная леди. Гляньте, с британским флагом. На самом деле, выглядит классно. Ну-ка, подадим. Пряную леди. Горячий какао-напиток готов. Спасибо. Мне-то засчитали в рецепт. Спасибо. На самом деле, неплохо. Это совсем не то. Правда? Ага. И ненасыщенности, негустости. Знаешь что? Идешь, пожалуйста, лесом. Берем какао. Добавляем молоко. Чуть-чуть пряности. Рогатый. Закрыпал. Извини, давай я новое сделаю. Да нет, я сам виноват. Не смог нормально объяснить. Кстати, да. Не парься, ладно? Я не знаю, что происходит. Ну, то есть. С Галой он мне говорит. Хочу вот это, вот это, вот это. Пробуешь туда-сюда чуть-чуть с ингредиентами. Получается, ты объясняешь. Хочу вот это, вот это, вот это. Я тебе делаю вот это, вот это и вот это. А ему не то. Ладно. Да, ладно. Итак, Дедоль. Ты начал мне рассказать про жуткий случай во время патруля. Он произошел там, где стояла машина Орионы. Жуткий случай во время патруля. Ну, не знаю, стоит ли мне об этом рассказывать. История довольно страшная. Даже по моим меркам. Что произошло? Давай, Дедоль, не тяни. Да и рассказывать-то особо нечего, если честно. Ну, так тем более давай. Может, кто-то здесь что-нибудь об этом знает. То верно. А ведь как раз говорили об этом районе, да? Ага. Последние пару ночей я патрулировал ту местность. Сама улица сложности себя не представляла. От перекрестка и обратной всего около километра. Там особо ничего нет. Бетонный тротуар, платная парковка, несколько заборов и незавершенная стройка с парочкой камер видеонаблюдений. Дерево нет? Какое дерево? Раньше перед старой библиотекой ставилось засохшее дерево. А, я понял, о каком дереве речь. Власти выкорчевали его еще в январе. Коммерческое сообщество решило, что оно портит вид. Так что, когда власти запустили проект по проведению города в порядок в прошлом году, голосованием решили, что от дерева пора избавиться. Ясно. А что? Мы как раз обсуждали его чуть раньше. И учитывая, что оно десятилетиями было чем-то вроде местного ориентира, есть ли вероятность, что это было не просто старое дерево? Думаешь? На эту мысль для меня натолкнули слова Орионы. Я что, должен себе что-то сказать? Не-не. У меня и в мыслях не было переходить черту. Просто мне показалось, что ты много о нем знаешь. Я не хочу спутать факты. Понимаю. Но если никто не против, давайте сначала выслушаем какую историю офицера. С радостью поделюсь. И вы уже забыли, что я здесь, а? Так вот, патрулировать эту улицу проще простого. На ночь там паркуется не больше 4-5 машин, так что следить за ним не составляет труда. Это же замечательно. Как я ожидал, в первые две ночи ничего не произошло. Но. Вчера? Совсем другая история. Что? Погоди. Хорошо, ты подвел... Хорошо, ты подвелась к основной части. Хе-хе. Э-э-э. Э-э. О, все, можешь продолжать. Фух. Извиняюсь. Прошу продолжать. Ладно. Итак, близится конец патруля. Самодовольство меня так и переполняло. Я тоже собирался уезжать. Думал, что хорошо поработал. Так ведь. А вот и нет. Объявились непредвиденные трудности. У трех машин, двух рядом и третий на противоположной стороне улицы, были спущены шины. Всего двенадцать испорченных шум. За жалкие десять минут. Это очень странно. Чтобы сдуть одну шуму, нужно как минимум несколько минут. И то, если под рукой есть подходящие инструменты. Вот же... Э-э-э. Но это еще не все. Нет-нет. В тот же момент все фонари на улице внезапно погасли. Что? Я сразу после этого услышал смех и звуки шагов. Они все удалялись и удалялись. Посмотрите на Лукаса. Даже капюшон дыбом встал. Но я... Ничегошеньки не увидел. Точно? Камеры наблюдения что-нибудь засекли? Инфракрасные кое-что зацепили. Но на видео все размыто, так что расследование еще не закрыто. Ничего себе, дедуль. Полная история гораздо страшнее того, что ты рассказал мне в машине. Э-э-э. Круто, конечно. Хе. Сейчас я усмехаюсь, что-то чуть штаны не наложил. Кем бы ни были те преступники, сработали они быстро. Э-э... Ну, да ладно. Сделаешь мне еще напиток? Имбирь и капелька меда. Приготовить. Таджаха Розелла. Падать. Ну-ка. Кстати, а то, что у нас крайний срок... О, Джорджа. Добавил. Спасибо. Оп. А, рецептик точно. Свежий. Той горячий... Тэ-э... Чаха Розелла. А что это значит? Чаха это имбирь, Тэ это чай. А Розелла это одно из названий гибискуса. Понятно, настоящий травяной напиток. Пряный как раз для сегодняшней погоды. Отличный выбор. Здорово, что тебе понравилось. Раз так, давай я пристанюсь к твоему патрулю, дедуль. Я призраков не боюсь. Меня больше пугает существо... Существа из реального мира. Погоди, парень, какие еще призраков? Что ты делаешь... Что-то ты делаешь преждевременные выводы. Ну, не знаю, дедуль. Может, всем на самом деле... Все на самом деле куда жестче. Парень, дело серьезное. Не шути так. Извини. Интересно. Это что ты знаешь? Нет, я... Нет. Вот она. Возможно. Точно. Ты про разговор о дереве, да? А, скажешь... Что скажешь? Закончи мысль, мы ждем. Не знаю, может ли эта информация пригодится, но... Джорджи. Тебе же известна история про это дерево. Помню, ты начала об этом говорить. Дерево часто приносили знаки памяти. И что это значит? Ну, там кое-кто погиб. Что? Сейчас объясню. Помните, я упомянула раньше, что на той улице был блошиный рынок? Да. Вы называли рыноком фей. Он был основан беспризорниками общества. Беспризорники это правительственный термин для незарегистрированных граждан. И прочих существ, которые в то время не поддавались классификациям. Среди них были и феи. Надо же. Я об этом читал. После войны правительство предприняло первую официальную попытку разобраться с ситуацией. Создание справедливой классификации стало одним из первых шагов на пути к гражданскому миру. Но процесс слишком затянулся, а классификация получилась слишком упрощенной и бесполезной. Это произошло до принятия акта о правах? Задолго до него. Те, кто не мог зарегистрироваться, по сути, попадали в административное чистилище. Что? Да по сути, хуже смерти. Да, это ужасно. Потом рынок феи открылся, чтобы беспризорники могли пережить меняющиеся времена во многих смыслах. У рынка не было оговоренного графика работы, так что в начале недели феи у перекрестка разбрасывали цветы. Так люди понимали, что можно прийти посмотреть на товары. Как-то уж очень скрытно, не? Тогда это было незаконно, глупыш. Ой, в этом и заключалась проблема. Рынок работал днем и ночью, формат не менялся. В то же время экономика начала медленно преображаться. Люди стали тратить больше и вести себя безрассуднее. Законы по-прежнему были довольно шаткими. И однажды ночью случилась авария. Выпивший водитель превысил скорость, съехал с дороги и врезался в продавца. Единственным свидетельством преступления осталось это дерево. Причем раньше его там не было. Погоди, что? Почему я никогда об этом не слышал? Как давно это было? А вария случилась в 59-м. Рынок прикрыли в 61-м. О, счета моего рождения. Думаю, теперь я все вспомнил. Все тогда только обсуждали, что это делали. Но из-за природы существа, которые пострадали в аварии, большинству не осталось ничего другого, как просто забыть об этом. Что? Это произошло в конце 50-х, начале 60-х. После войны СМИ было не так уж много. Я помню, что выпивший водитель оказался сыном какого-то богача. О, вот-вот. Но дело обрело свою печальную известность не из-за этого. А из-за того, что якобы на месте аварии не обнаружили тело. Продоезд был беспризорником, без удостоверения личности и других официальных документов. Так что суду пришлось прекратить расследование дела. Ну и тело на самом деле было, разве нет? Просто оно отличалось от того, что все ожидали увидеть. Хм. Которое потом превратилось в дерево? В смысле, тело это дерево? Да. Когда полудуховное существо вроде нас покидает физический мир, после некоторых остаются особые следы. Это касается не всех. Например, банджи на такое не способны. Правда? Да, мы просто исчезаем. Получается, если я правильно понял. Дерево не стали использовать в качестве доказательства, потому что его не смогли классифицировать как останки. А свидетели не могли ничего сказать, потому что у них не было официальных документов, как и у жертвы. Так что адвокат водителя воспользовался этими лазейками. Какой кошмар. Кошмар это еще слабо сказано, дедуль. Ого. Слов нет. Я обязательно изучу то, что ты рассказала. Но у меня остался один вопрос. А как думаешь, акты вандализма связаны с тем, что власти выкорчевали дерево? Не знаю. Думаю, стоит уточнить, когда эти акты вандализма начались. Да, логично. Я пойду. Скоро начнется смена. Я с офицер. Удачи, дедуль. Да, удача мне не повредит. Будет осторожен. Непременно. Поддержать вас в курсе. Я так же пойду. Завтра у меня ранняя смена. Хочу еще раз кое-что уточнить, если ты не против. Это касается смерти феи, того, как о них все время, со временем забывают. Мне всегда казалось, что это просто миф. Видимо, я ошибался. К сожалению, да. Поэтому к дереву приносили всякие мелочи. Те, кто помнил о том, что случилось, хотели сохранить память. Но этого оказалось недостаточно. Иначе дерево бы оставили на месте. Я начинаю сомневаться в собственной памяти. Есть ли люди, о которых я забыл? События, которые пропустил? Даже подумать страшно. Для существ вроде нас забвение это неизбежность. Так что не расстраивайся. Вот как. Кстати, я не запомнил, как тебя зовут. Но я Галла. О, я Лукас. Приятно познакомиться. Что ж, я рад знакомству. Удачи на прослушивании Хриона. Спасибо. Да, до встречи. Покеда. До скорого. Ты как? Уже довольно поздно. Я по-прежнему хочу пообщаться, но если у тебя уже нет сил, скажи. Ты ела? Хочешь что-нибудь перекусить? Мы не продаем еду. Правда? Неудивительно, что здесь вечно пусто. Ну, шучу. Ты же теперь не начнешь меня ненавидеть. Будешь еще напиток? Не откажусь. Отлично. Чего тебе хотелось бы? Чего-нибудь без молока, свежего и яркого. Мне весьма понравился синий чай. О, хорошо, давай я закажу. Ты не против? Не против. Не против. Сделай кое-что особенное. Что за напиток? В нем есть синий чай, мед и мята. Смотри, синий чай, мед и мята. Приготовить. Цветник. На, держи. Прошу. О, какая красота. И правда. Вкусно. Но вкус не очень насыщенный. Ох. С лимоном получилось бы лучше. Но мне нравится. Спасибо, что угостил. А, отдельное спасибо за то, что напиток такой красивый. Стараюсь. Вот так история с аварией и прочим. Есть о чем подумать. А часть про то, как жертв... А часть про то, как о жертве просто забыли. У меня аж мурашки по коже побежали. Почему? Тебе не страшно просто взять и... Исчезнуть. Вот мне страшно. Поэтому я и подумал, что наконец-то тебя понял. В смысле, почему ты решила стать оперной певицей, но только на своих условиях. Пойти традиционным путем. Да. Не поделюсь я мыслями? Потому что я сама еще не до конца поняла, зачем мне это надо. О, вот как. Никакого давления, да? А можно я сперва задам тебе один вопрос? Давай. Что тебя вдохновило? Мне есть догадки, почему ты выбрала пойти тяжелым путем, но почему ты решила стать именно оперной певицей? Потому что однажды это уже получалось. В смысле? Потому что однажды это уже получилось у одной баньши. Так что я знаю, что это выполнимо. О, серьезно? Она исполняла шербетную арию и не могла похвастаться особо популярностью. Что такое шербетная? Почему шербетная, а не шербетная? Ладно, может я что-то не понимаю в этой жизни. О, это значит, что ей досталась второстепенная роль. Во-первых, 19 века шербетная ария исполнялась ближе к концу второго акта, перед завершением вечера. Но в это время разносчики предлагали зрителям различные товары, зачастую десерты. Так родилось название щербетная... Ну, щербетная ария, потому что щербет раздавали. Почему ше, а не ще? Блин, бесит. А, понятно. Эти арии были как пение на заднем плане в конце шоу? Да. Сейчас все по-другому, а зрители ожидается, что они досмотрят оперу до конца. Впервые я услышал ее голос на старой записи одной космической комической оперы. Я тогда была еще совсем маленькой. Она исполнила роль растерянной и гурничной в самом конце. Задавалась вопросом, почему люди ведут себя как безумцы, когда влюблены. Но, несмотря на замешательство, она думала, что еще не слишком стара и должна выяснить причину самостоятельно. Ушел забавный эпилог. Услышать как Банша исполняет такое игривое и легкое произведение, для меня это стало настоящим открытием. А, еще бы. К сожалению, мне больше не удалось найти ни одной ее записи. Но тут я... Ну, ту я запомнила. Так что я покинул свою общину и начал пробиваться в интересную мне сферу. Это очень крутой и смелый поступок. Согласен. Никому ты об этом не рассказывала. Извините, пожалуйста, а... А как вообще... А вдруг у тебя нет голоса? Я понимаю, что ты Банша, но вот у всех людей, у них же есть голоса, и некоторые пригодны для пения, и у некоторых нет. Возможно, у тебя голос просто непригоден для пения. К тому же, там люди на Ютубе тебе говорили... Я знаю, люди на Ютубе много чего говорят, и не всегда их нужно слушать. Но если... Ну, просто чисто теоретически задуматься, что, а вдруг у тебя нет таланта? Как бы ты не хотела что-то исполнить? Ладно. Мне немного неловко брось. Для этого нет причины. Я думаю, это очень круто. Ты просто вдохновлена и хочешь выйти за рамки того, что от тебя ожидают. Оставить след в этом мире. Ты так думаешь? Ага. Ты просто пытаешься пройти по уже протворенному пути. Это не всегда плохо, особенно для таких существ, как мы. Ты смелая, просто стараешься проявлять осторожность. Да, потому что путь, который ты выбрала, все равно очень непростой. Хм. А в счет того, чтобы оставить в этом мире след после себя, не знаю. Просто мне кажется, что мы похожи. Я к тому, что... Зачем вообще рождаться, если потом нас никто не вспомнит? Аааа. Это, кстати... Тоже очень философский вопрос, потому что кто-то может прославиться великими изобретениями или великими подвигами. Кто-то может прославиться какими-то ужасными делами или ужасными глупостями. Например, если бы... Какой бы пример такой привести? Вот все мы знаем художников, которые пишут картины, ну, великих художников. Я там про Микеланджело, про вот Рембрандта, про вот таких вот, которые сейчас выставлены как классика художественных произведений. Прикиньте, кто-то ворвется в Лувр и сожрет Монолизу. Прям подбежит к картине, руками сдерет, выдерет ее из рамки и начнет жрать. Да, его там быстро арестуют, естественно, он не успеет ее доесть. Человек, черт побери, попадет в историю, как тот, кто съел Монолизу. Он будет так же популярен, как и сама Монолиза, потому что он будет, ну, полностью связан с ее историей, этой картиной, этого художника. Так я про что говорю, что пытаться оставить свой след в истории... Опять же, можно стать широко известным в узком кругу. Это тоже очень сложный вопрос. Да, без комментариев. Комментарий от меня вы уже услышали. Ого, почему ты так хочешь, чтобы о тебе помнили? А с чего бы это не хотеть? Мы, Банши, видим мир немного иначе, чем большинство. Так что, просветишь меня? Могу говорить только за себя, но в моем случае я родился и вырос в очень большой семье. Просто огромный. Буквально не мог посчитать всех своих братьев и зестер, даже если бы попытался. Спасибо папе, они были повсюду. Ох. Мы же не богато, мягко говоря. Серьезно, с деньгами было туго. Хотя папа иногда появлялся и давал нам немного... Ну, их едва хватало, чтобы оплатить счета за пару месяцев. Через пару дней он опять исчезал. Ты самый старший? Неа. К моменту, когда я заканчивал школу, старшие братья уже съехали. О. Я очень удивился, когда выяснилось, что папа перед смертью переписал дом на меня. О. Сейчас в нем живут братья, сестры и мама. Сожалеют макса. Да, все в порядке. Так вот, мои старшие братья вернулись. Они хотели, чтобы я продал дом и разделил вырученные деньги. Захотели кусочек наследства? Ты где-то его не сделал, да? Нет? А, воп... Девушка, извини, пожалуйста. Он только что сказал, что в доме живут его братья, сестры и мать. Ты же не продал дом? Нет. Он только что об этом сказал. Поэтому я переехал в Лос-Анджелес. А если они хотят, чтобы я продал дом, пусть за мной помутаются. Правильное решение. К счастью, мы с младшим хорошо... Хорошо общаемся. Настоящая команда. Приятно слышать. Но именно поэтому мне нужно было поскорее заработать деньги. Чтобы их поддерживать, оплачивать счета семьи. Ну и, конечно, мне самому нужно было что-то есть. Так что я присоединился к продюсерскому дому. К продюсерскому дому? Да, это вроде как дом, в котором живут и ежедневно снимают видео создатели контента. Я тогда был мелким и наивным. Впервые... Я впервые в одиночестве оказался за пределами родного штата. Так что я тогда мало что понимал. Не знал, что вокруг только хотят меня использовать. Да, эта история не из веселых. Если тебе хочется об этом вспоминать, можешь мне рассказывать. Да нет, дело не в этом. Просто в том продюсерском доме было очень-очень стрёмно. Очень-очень стрёмно. Но мне всё равно нужны были деньги. Кто-то пригласил меня туда, посмотрев мой видеоблог. Я оказался там самым младшим, пытался со всеми подружиться. Все работали в индустрии развлечений, понимаете? Это значит, что у всех нас была нереальная мания величия. Естественно, в доме существовала иерархия. Я с таким рвением пытался всем угодить, что стал предметом вечных насмешек. Кстати, тогда мне это особо не огорчало. Я многому там научился, врать не буду. Да. В общем, играть роль сатира, забыв про собственную личность, это отстой. Конец. Сложно не согласиться. Я бы тебе сказал, что, наверное, сложно заниматься сатирой, когда ты сатир. Эй! Извиняюсь, я знаю, что об этом не хотел с тобой говорить. Да, все нормально. Сегодня я узнал много нового. Я не хочу дальше отнимать у тебя время. Можно я задам прямой вопрос? Конечно. Супер! Ты бы хотелось снять свое мое шоу в качестве гостя. Что? Я понял, что сглупил день нашего знакомства. Он назвал тебя... Навязал тебе свои мысли, умничал не впопад. Я раскритиковал твои стремления, потому что позавидовал твоей твердой решимости. Сам-то я не мог повести себя так, как ты. В конце концов, ты добился успеха, разве нет? Почему? Причем тяжелым трудом. Да, но в процессе я почти забыл, зачем вообще все это взялся. Было по течению, придумал оправдание. Просто, чтобы оправдать себя, ну, ради чего? Поэтому я хочу устроить шоу талантов. Для тех, кому есть что показать. Проект пока не полномасштабный, но тебе заплатят за участие, обещаю. Деньгами, а не минутой славы. Хотя, поначалу сумма будет не ахти, потому что у меня пока не слишком большой капитал. Погоди, это немного неожиданно, тебе не кажется? Я на тебя не давлю. Как устроено это шоу? Ну, я еще не уверен на 100 в том, как все будет выглядеть, но задумка такая. Сначала интервью, а затем запись выступления. Все оборудование с меня. Монтаж и прочее тоже на мне. На это уйдет какое-то время, потому что я параллельно занят со своим основным шоу, но видеоблог начинался примерно так же, я все делал сам, так что, можешь не сомневаться, продукт у нас получится качественный. Ты же понимаешь, что это, что твое шоу провалится, если я буду первым гостем? Да и пусть, если так. Мне плевать на критика, в отличие от тебя. Так что, не буду на тебя давить. Я польщена, но откажусь. Спасибо. Хорошо. Спасибо за предложение. Спасибо, что рассмотрела его. Похоже, мне пора. Ладно. Это никак не связано с тем, что ты сказала. Просто так совпало. Да, понимаю. Супер. Надеюсь, мы еще встретимся. Ты же не против? Почему бы и нет? Ответ принимается. И тебе спасибо. Извини, если утомил. Да вовсе нет, отлично пообщались. Да супер. Ну ладно, мне и правда уже пора. До встречи. Хорошей дороги. Ладненько, пакета. Заглядывай. Я за последние два года столько не разговаривала, как за этот вечер. Приятно слышать. Спасибо. За что? За такую уютную кофейню. Знаю, я не сахар. Да ты и не лимон. Для тебя остальных здесь всегда есть местечко. Ну, я пойду. Кажется, мне нужно многое переосмыслить. Но я обязательно вернусь. Тебе здесь всегда рады. Береги себя. Доброй ночи. Оу. А знаете, две хороших философских мысли за один вечер, это прям фух. Кажется, на сегодня все. Надеюсь, у всех все будет хорошо. Ну что ж, мятный чай галактика завершает нашу сегодняшнюю серию. Поэтому, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok